Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Какие проекты были выполнены в 2022 году в Ленинском районе по программе «Комфортная городская среда»? Сколько дорог привели в порядок накануне зимы? Что ждет дом, в котором, по легенде, было стояние Зои? В нашей студии Елена Бондаренко, глава Ленинского, внутри городского района, городского округа Самары. Елена Юрьевна, добрый вечер. Спасибо, что пришли в студию. Добрый вечер. Год постепенно подходит к завершению. Уже практически с середины декабря. Вот Ваша оценка. Что важного было сделано в районе в 2022 году? Ну, прежде всего, хочется сказать о том, что были выполнены все установленные показатели по пяти национальным проектам, за которыми ответственными закреплены администрация районов и, в частности, администрация Ленинского внутригородского района. Это показатели по национальным проектам жилья и городская среда. Есть показатели в нашей зоне ответственности по национальным проектам здравоохранения, образования, демография, по развитию малого и среднего предпринимательства. Ну и, безусловно, выполнение проекта «Комфортная городская среда», проекта «Содействие», комплексное асфальтирование дорог и другие мероприятия, которые реализованы на территории района. Тем более, год этот непростой. Год 2022 ознаменован у нас событием и называется «Годом культурного наследия». Поэтому очень многое сделано районом и в плане социально-культурных мероприятий для всех людей, которые проживают в нашем районе и всех горожан и гостей Самары. Вот я, кстати, удивился, когда вы сказали, что в том числе один из показателей и одна из зон ответственности – это здравоохранение и образование. То есть это тоже те, скажем так, те виды работ, которыми вам тоже нужно заниматься. Да, прежде всего, конечно, все показатели мероприятия связаны и с информированием граждан, и с предоставлением необходимой информации по проектам. Поэтому мы также занимаемся, вовлечены в эту работу для того, чтобы обеспечить выполнение своих показателей в целом по национальным проектам, закрепленных за регионом. Ирина Андреевна, я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он касается как раз темы «Комфортная городская среда», ну и вообще благоустройство района, наверное, одна из важнейших задач. Она далеко не единственная, но одна из важных задач, которые тоже занимаются в Самареактивном. Да. Жители дома по улице Прибрежная, 10, творцы своего уюта. Год назад решили принять участие в проекте формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Вместе с администрацией Ленинского района разработали дизайн-проект. Результат не заставил себя долго ждать. Совсем скоро здесь появится современная и комфортная спортивная площадка. Нам захотелось благоустроить наш двор, чтобы у нас было красиво, чтобы было где провести время и молодым, и пожилым. Были разные у нас варианты. Мы хотели сначала детскую площадку, но детская площадка внизу. Мы решили, что лучше спортом будем заниматься. Обратились, нам помогли. Администрация, в общем-то, во все нам помогает. Работы уже идут полным ходом. По проекту здесь появятся турники и брусья. Будет уложено резиновое покрытие. Все дорожки заасфальтируют, поставят скамейки. Также обустроят прилегающий к территории газон. Сейчас мы делаем подготовительную работу, после чего будет установлено оборудование и уложено резиновое покрытие. По срокам работ у нас сроки до 1 сентября, но мы идем с опережением графика. В Ленинском районе Самары активно ведутся работы не только по программе формирования комфортной городской среды. Контроль за выполнением работ на всех объектах под пристальным вниманием жителей, общественников и администрации Ленинского района. Отметим, за последние 4 года в Ленинском районе благоустроили 79 дворов. Кроме того, в 81 дворе провели комплексное благоустройство. На 100 площадках выполнили текущий дорожный ремонт. Ирина Юрьевна, вот мы увидели сюжет, который был снят летом. Вот на сегодняшний день, на что, кстати, обратила внимание, очень активные жители. То есть вот жители прям молодцы. Вот на сегодняшний день все виды работы там выполнены? Я хочу заметить, не только в этом дворе завершены все работы, но и на всех 12 площадках по комфортной городской среде в полном объеме завершены те работы, которые были предусмотрены заявками жителей. Схемы были согласованы, оборудование было выбрано жителями, и все работы на сегодняшний день завершены. Жители активно принимали участие в ходе реализации этих проектов, контролировали ход выполнения работ. Очень активно в этом году, и я жителям за это очень благодарна. Потому что вот когда мы вместе участвуем в реализации таких проектов, результат замечательный на выходе. У нас во многих дворах мы праздничные мероприятия проводили, разрезали ленточки, и, конечно, благодарили жителей за активное участие в этой работе. Помимо 12 проектов... А где, кстати, я прошу прощения, что провела, вот эти 12 проектов, где это вот было? У нас на Очкалском спуске 4, на Прибрежной 10, на Волжском проспекте 35, 15, 15А, на Владимирской 46, на Полевой 3, на Самарской 203, на Самарской 190, на Ленинской 117, на Спортивной 29. То есть адресов, на самом деле, очень много. Очень много. Работа проведена большая в этом году. У нас, если максимальное количество дворов было до этого, по 8 дворов, вот мы делали, а в этом году мы рекордное количество выполнили, 12 адресов по программе «Комфортная городская среда». И три проекта мы реализовали по проекту «Содействие». Тоже очень интересные у нас в этом году проекты. Одна площадка – это для выгула собак. Долгожданный проект для людей. Очень много людей требовали эту площадку от города. Активно тоже участвовали в реализации этого проекта. На Карла Маркса у нас появилось. Тоже очень красиво, интересное было открытие. Участвовали даже маленькие герои наши, собачки разных пород в празднике, которые, мне кажется, радовались даже больше, чем хозяева этой площадки. А их хозяева даже сочинили стихи, воодушевленные тем, что действительно проект был реализован в этом году. Также у нас на Вилоновской 90-го дворе интереснейший проект. Мы тоже его будем открывать празднично в этом году. Он уникален тем, что сами жители разработали дизайн-проект. И он отличается от всех проектов, которые мы реализовывали. Потому что это нестандартный индивидуальный подход. Из деревянных конструкций перголы созданы. Очень интересный теннисный стол. Ёлочка в центре для того, чтобы люди могли праздновать новогодние праздники. Освещение, актуальные. Мы хотим приурочить к тому, чтобы провести в преддверии Нового года там праздничное мероприятие. И тоже жители очень активно участвовали в ходе приемки работ, проверяли активно. Поэтому и проект тоже такой интересный получился и достойный. Я даже хочу рекомендовать жителям поступать так же. То есть самим тоже придумывать какие-то интересные проекты, которые могли бы реализовать по проекту содействия. И приходить к нам с заявками. А мы будем всегда рады помочь, сформировать заявку, сформировать дизайн-проект, составить смету для того, чтобы действительно душа радовалась и у жителей, и у нас, когда мы реализуем такие проекты. Кроме того, в этом году еще реализован проект содействия во дворе Владимирской 46А. Это вот там, где у нас было, у вас помещение у телеканала ГИС. Да, где была когда-то редакция телеканала ГИС. Да, там тоже у нас такой вот неприглядный вид был у этой территории. И жители тоже активно собрались вместе. Вместе с нами разработали дизайн-проект. И сегодня он тоже успешно реализован. Все довольные тоже торжественно открыли эту площадку. В этом году мы еще завершили работы по созданию ледовой площадки. Это тоже уникальный спортивный объект, который у нас во дворе теперь существует на Владимирской 38. Он чем уникален? Тем, что в этом дворе очень активные люди, причем юные любители хоккея и люди постарше, которые создали свою дворовую хоккейную команду. Даже так? Да. А дети занимаются у нас тренером по месту жительства. И есть потенциал для вхождения в хоккейные команды с большой перспективой, со спортивной. Поэтому, конечно, мы рады тому, что вот этот непростой проект, который имел такую непростую историю. Мы повторно проводили размещение заказа. К сожалению, первый исполнитель не справился с этой задачей. Поэтому мы повторно размещали заказ. И, наконец, вот этот счастливый момент настал. Действительно, мы проект ввели в эксплуатацию в этом году. Вот и в ближайшее время будем заливать вместе с жителями. И тоже будем устраивать новогодние праздники на этой территории. В этом году у нас в районе еще появилось три новые контейнерные площадки. И две площадки были отремонтированы. Кроме того, у нас в 18 дворах в этом году было выполнено комплексное асфальтирование. Общая площадь у нас асфальтирование. Это уже речь о дорогах? Да, это внутриквартальные проезды с устройством борта. Вот у нас почти 12 тысяч метров квадратных выполнено асфальтирование комплексное на 18 территориях дворовых. И у нас еще выполнен текущий ремонт общей площадью 2400 метров квадратных. Тоже значительный объем работ, который мы выполнили во дворах. Накануне зимы как раз все закончили? Мы даже раньше закончили. У нас текущий ремонт практически до первого сентября был выполнен. Как хорошо. А комплексное асфальтирование у нас в октябре мы еще завершали последние площадки, но в сроки предусмотрены контрактом. Так что у нас жители, которые живут в этих дворах, в основном, ну не в основном все, а довольные. Были вопросы проблемные, конечно, но все мы старались отрабатывать. И подрядчик тоже отрабатывал все претензии, которые предъявляли жители. – Я обратил внимание, когда вы сказали, что вот эта история с строительством хоккейной площадки, что вы же одного подрядчика. Ну, скажем так, он ушел, потому что он не справился. Его прогнали, и, соответственно, пришел нормальный подрядчик, который сделал. – Да, повторно сделал, с надлежащим качеством работы. – Замечательно, это же здорово. – Да, и необходимо отметить, что по качеству работ у нас принимает участие в работе по контролю независимый строительный контроль. То есть мы размещаем заказ еще, это предусмотрено условием программ всех, что обязательно, помимо нас, еще контроль осуществляет независимый технодзор, люди, имеющие соответствующие допуски, соответствующую квалификацию и компетенции. Поэтому, получается, контроль, по сути, он тройной. – Тройной. – Жители. – Жители, мы как заказчик. – И эксперт независимый. – И эксперт, да. И у нас еще Народный фронт, конечно, тогда четвертый еще. – Да, четвертый, да, УНФ, они, кстати, молодцы. – Они молодцы, я им очень благодарна за то, что они активно тоже и в этом году принимали участие в приемке работ, в ходе проверки работ, очень дельные давали тоже советы, замечания, я им за это очень благодарна. И возникали, когда вопросы тоже у жителей, всегда получали профессиональные ответы, рекомендации от представителей Народного фронта. – Елена Ильичевна, вот календарная зима в разгаре, пришли морозы, скоро будет много снега, но это неизбежно, это и хорошо, с одной стороны, с другой стороны, это сложно. Лед будет, вот район готов к зиме? Я имею в виду уборку дорог, техника, реагенты, ваша оценка? – Район готов. Район в составе всех служб городских, прежде всего, это у нас МП благоустройство, отвечает за уличную дорожную сеть. Муниципальное предприятие «Зеленхоз» отвечает у нас за содержание скверов и бульваров, где зеленые насаждения. МБУ «Сахтоп» бюджетное учреждение отвечает за содержание незакрепленных территорий. Управляющие компании «ТСЖ» и «ТСН» отвечают за уборку и содержание территории в своей зоне ответственности. И у нас есть еще владельцы объектов, это и сетевые организации, и организации потреб рынка, и другие владельцы объектов, которые точно так же несут ответственность за содержание территории в соответствии с 444-м решением Думы городского округа Самара. Как вы видите, ответственных по зонам своим много, и для координации всей этой работы штаб будет работать в администрации Ленинского района. У нас уже проводилось несколько совещаний, на которые приглашались все уполномоченные организации, в том числе управляющие компании «ТСЖ», для того, чтобы скоординировать работу и для того, чтобы проверить их готовность. На сегодняшний день у нас заготовлено 90 тонн противогололедного материала в районе. У нас создано 20 кровельных бригад, у нас 915 кровель скатных, поэтому управляющие компании «ТСЖ» уже сейчас нам отчитались о том, что бригады подготовлены, как только у нас будет идти снег и будет образовываться наледь на крышах, будем тоже мы контролировать, для того, чтобы эти бригады работали. У нас 18 единиц техники в районе, это минимальное количество, потому что если будет снегопад идти в большем объеме, еще дополнительно техника будет привлекаться. И МБУ «Сахтоп» заключил такие договоры для того, чтобы иметь еще дополнительное привлечение техники. И управляющие компании «ТСЖ» тоже по практике прошлых лет будут дополнительно привлекать технику. 175 у нас дворников на территории Ленинского района, поэтому технический район подготовлен. Но помимо того, что технический район подготовлен, у нас еще алгоритмы рекомендованы администрацией городского округа «Самара». Сейчас внедряется, то есть централизованно они разработали алгоритм для того, чтобы весь порядок действий от начала получения нами телефонограммы о том, что будет снег. И мы сразу собираем у себя в администрации все уполномоченные органы, для того, чтобы помимо того, чтобы направить телефонограмму и по телефону их предупредить, еще и вводный штаб провести на базе администрации района. Выход 5 часов у нас. Установлено время не позднее 5 часов утра. Я, как глава района, тоже с этого времени буду на территории. С 5 утра? С 5 утра буду отчитываться перед людьми. То есть не только сначала снегопада, но и в ходе снегопада. Будем вести репортажи, показывать людям, как работает техника, как работают дворники. И до устранения последствий снегопада. Вы тоже все понимаете, что снегопад даже за один час невозможно убрать. Да. Особенно, когда он продолжается. Особенно, когда он продолжается. У нас же условия таковые зимние, что снег может идти весь день. Поэтому вот эта борьба, она носит перманентный характер. Ну да, пока зима, да. Пока зима, но люди у нас работают те, которые имеют опыт. И я надеюсь, что мы максимально будем отрабатывать эту задачу по обеспечению прохода граждан и проезда техники. Как на внутриквартальных территориях, так и на незакрепленных. Ну и дорожники, конечно, будут обеспечивать надлежащее содержание уличной дорожной сети. Проблему вывоза снега как будете решать? Традиционно вот у нас есть, вы знаете, пункты приема снега. Вот у нас у самих по незакрепленным территориям уже заключены договоры на вывоз снега. Если это потребуется, значит, будем в установленном порядке тоже вывозить снег. То же самое управляющая компания. Но вы тоже знаете о том, что 444-е решение Думы, оно допускает складирование снега на территориях, которые не препятствуют проходу граждан и проезду техники. То есть это либо газоны, либо какие-то территории, где можно снег складировать. И жители сами, в соответствии с действующим законодательством, могут сами устанавливать для своих управляющих компаний ТСЖ. Места. Во-первых, места. Во-вторых, могут тоже поставить задачу о том, что каждый снег будет вывозиться. Это требуют заказчики. Вот я знаю ТСЖ, в которых снег сразу же вывозится. Потому что так требуют заказчики. Но, естественно, это тоже доплата. Ну, конечно, без платы не бывает ничего. Да. Но вот такой алгоритм тоже, он имеет место быть. Все зависит от пожеланий самих жителей. А самое главное, от возможностей. Потому что вы знаете, что есть у нас в центре города небольшие дворы, где снег негде складировать. Поэтому, конечно, там разумно снег вывозить. Но все это тоже определяется собственниками жилых помещений, многоквартирных домов. И задача ставится их управляющим компаниям. Елена Юрьевна, Ваша оценка системы ЖКХ в районе, насколько готова к зиме? В системе ЖКХ самая лучшая оценка – это удовлетворительно. Поставить оценку «отлично»… Я понимаю, что в начале зимы, наверное, вообще не стоит об этом. Да, и невозможно. Потому что я прекрасно понимаю и состояние сетей, и состояние наших домов. Потому что вы же тоже знаете, что специфика исторической части города в том, что у нас много ветхих домов, домов сложных, проблемных. Дворы небольшие. Дворы небольшие. Поэтому вот здесь не может быть никакого вот такого необоснованного оптимизма. Я понял. Удовлетворительно или неудовлетворительно? Да. Да. Ну, наверное, так и будет самое правильное. Сейчас сложное время, и тем не менее. Какие территории будете украшать к Новому году? Потому что дети, потому что хочется праздника. Праздник, безусловно, будет. Праздник будет в первую очередь для наших детей. Потому что независимо ни от чего, наши дети должны расти счастливыми. У них должен быть новогодний праздник, ожидание чуда. Дед Мороз должен быть. Дед Мороз должен быть. Ну и, конечно, наши люди тоже заслужили того, что должен быть Дед Мороз. Поэтому в непростых условиях мы все равно в этом году будем украшать наш район. Что для этого делается? Конечно, мы используем наши украшения, которые и ранее мы использовали. У нас будет поезд Деда Мороза. Вот наша полюбившаяся жителями акция, когда у нас едет вот этот веселый новогодний поезд с Дедом Морозом. В этом году у нас подключился молодежный совет Ленинского района. И тоже будет активно участвовать в поздравлении жителей. У нас будут елки. В первую очередь, конечно, елки для детей из семей мобилизованных, для детей из многодетных семей. В трудной жизненной ситуации мы будем проводить вот эти праздничные мероприятия для них. Поэтому создадим новогоднюю атмосферу праздничную. Да, и, конечно, наш бизнес. Это предприятия, которые работают на территории района. Мы тоже к ним обратились для того, чтобы они новогоднее оформление традиционно все провели. Это и застройщики, мы надеемся, тоже будут украшать краны традиционно. Свои стройки наведут порядок. Кстати, сейчас у нас перед снегопадом мы еще успеваем проводить субботники. Вот сегодня, кстати, у нас проводят тоже субботник на территории возле аквариума. Там и ПТС у нас работает, и застройщик, и аквариум, торговый центр. То есть стараемся вот до снегопада тоже навести порядок на территории. Потому что мусора, к сожалению, пока еще у нас много образуется. Вот. И к Новому году максимально создадим вот эту праздничную атмосферу. И у нас еще очень важно, что мы еще и проводим конкурсы ежегодно, творческие, в преддверии Нового года, в которых могут принять участие как наши дети, так и взрослые. Мы уже опубликовали условия конкурса, принимаются творческие работы и новогодние игрушки. И у нас еще творческие интересные конкурсные мероприятия. Поэтому всех приглашаем принять участие. Условия конкурса у нас на сайте администрации размещены. И мы информируем в соцсетях о проведении и условиях этого конкурса. Поэтому вот общими усиллями создадим вот такую праздничную атмосферу новогоднюю. Я предлагаю сделать паузу, посмотреть еще один сюжет, затем продолжим нашу беседу. Он как вопрос касается как раз этого сюжета. Хорошо. Совсем скоро одним культурным пространством в Самаре станет больше. В городе появится музей истории и стояния Зои и культурно-просветительский центр. Детали обсудили на совещании в мэрии под руководством главы Самары Елены Лапушкиной и депутата Госдумы Российской Федерации Александра Хинштейна. Доподлинно неизвестно, было ли это на самом деле, но, по легенде, в доме 84 по улице Чкалова во время вечеринки девушке по имени Зои не хватило кавалера для танцев. Она взяла в руки икону Николая Чудотворца и стала с ней танцевать. Окаменела и простояла несколько дней. Было это в 1956 году, когда шел юбилейный съезд ЦК КПСС. Историю быстро замяли. Документы до сих пор хранятся под грифом «Секретно». Девушка исчезла, а вместе с ней и половица из дома, к которому она якобы приросла. Дом этот сейчас находится в ветхом состоянии, но его надеются сохранить, чтобы создать в нем музей. После оформления документа в 84-й дом по улице Чкаловой, прилегающую к нему землю, передадут Самарской епархии, которой и предстоит создать там новый центр притяжения. Будет музей, в котором, я предполагаю, что использую современные технологии, интерактивные будут какие-то части, чтобы человек, который пришел туда, мог окунуться в эту атмосферу. Атмосферу не 50-х годов, скажем, Советский Союз и так далее, атмосферу и событий, которые там произошли. Потому что точка притяжения вообще всех вот этих наших действий – это состояние Зои. Территорию вокруг музея и культурно-просветительского центра облагородят. Она будет просматриваться с улицы, вместо заборов – газонные лужайки. И, возможно, когда-нибудь самарцы доподлинно узнают, что же произошло на самом деле в 84-м доме по улице Чкалова зимой 1956 года. Действительно, вот мы все рады тому, что вот это место, которое имеет особое, я бы сказала, сакральное значение… Для всего города. Для всего города. Для всей области. Для всей области и страны, и иностранных гостей. Не так много таких мест у нас на земном шаре на самом деле. Это места, где происходили чудеса, да. А то, что там произошло, действительно, это из категории вот… Ну, чудо. Чудо, да. Поэтому, конечно, это место, оно имеет потенциал стать центром притяжения и для самарцев, и для наших гостей. Поэтому вот благодаря усилиям и правительства Самарской области, и Александра Борисовича Фетисова, и Александра Евсеевича Хинштейна, и главы городского округа Самары Елены Владимировны Лапушкина, и многих других вот органов, которые участвуют в этой работе, вот этот процесс, он идет к достижению результата. Создана рабочая карта, дорожная карта разработана, в которой предусмотрены все мероприятия. Потому что потребовалось и внесение в документацию необходимую территориального планирования, и сформирование земельных участков, для того, чтобы действительно подойти к разрешению на строительство, для создания этого объекта музея и духовно-просветительского центра. Поэтому вот дорожная карта сейчас это в стадии реализации, и в 2023 году уже есть сроки, когда реально уже можно будет подойти непосредственно к реализации проекта. Проект, он разработан епархией, проект очень интересный, действительно предусматривает современные интерактивные мероприятия, для которых станут интересными и современной молодежи, и туристам, ну и для нас тоже интересные. В музее будут храниться интересные экспонаты, поэтому я надеюсь, что это место станет настоящим центром притяжения, точкой развития не только для района, но и для региона в целом. Потому что туристические потоки могут действительно обеспечить даже и развитие экономики. Большое спасибо за интересную и содержательную беседу. Я уверен, что так оно и будет на самом деле, и я всегда рад видеть вас в вашей студии. Спасибо большое, да. Напоминаю, в нашей студии была Елена Бондаренко, глава Ленинского внутри городского округа Самара. Всего вам самого доброго. До свидания. До свидания.